Три, два, один... Снимайся, и вылезайся. Ого, это не хорошо. Это красиво, но это не право. Хорошо, мы потеряем массу пропелленту, мы идем. Вау! Всем привет! Именно так, именно так наша крипторакета взлетает вбок, как мы можем с вами видеть из графика. И многие, наверное, ждут, что это закончится так же плачевно, как на видео, которое вы только что посмотрели. И мы так и не сможем пробить вот это сопротивление в районе 25 тысяч и отвалимся вниз. Либо ложно его пробьем и отвалимся вниз. Очень многие этого ждут, как я сейчас вижу. Очень многие не верят в рост криптовалюты. Потом, опять же, у нас с вами есть маленькая проблемка. По биткоину мы не удержали 200-й мувинг на недельках, который всегда всю дорогу удерживали в прошлом цикле и позапрошлом цикле, как поддержку. И сейчас многие спекулируют тем, что мы, как бы уже, находясь под ним, находясь в медвежьей фазе, сейчас тестируем его как сопротивление, от которого мы можем отвалиться и пойти дальше вниз. И, в принципе, так-то оно так, конечно. Такой вариант, естественно, имеет место быть. Исключать его не надо. Но что примечательно, что если мы посмотрим на общую капитализацию всей криптовалюты, total market cap, то здесь картина уже немного другая. Смотрите, здесь мы точно, идеально удержали 200-й мувинг. О чем это нам говорит? О том, что в альтах, как это ни парадоксально, чуть больше силы сейчас, чем в одном биткоине. Поэтому мы не провалили, собственно, этот уровень. И если мы посмотрим, как в прошлые разы развивались события, то мы удерживали этот мувинг. Разве что на коронадампе мы очень сильно фитилями уходили вниз. Но дальше начинается интересное. Если сравнивать с прошлым циклом, то у нас вот тут вот с вами было всего 2 зеленые свечи после первого отскока. 2 зеленые недельные свечи хайка наши. И после этого мы пошли еще на 5 недель в даунтренд рисовать двойное дно. Подтверждать двойное дно и снова отталкиваться от этого мувинга. И сейчас многие ребята спекулируют, что мы можем снова сделать так же и окончательно всех уже изнурить перед настоящим разворотом тренда. Можем, конечно, можем. Но также есть еще вот такой вариант, ребята. Он называется V-образное восстановление, V-Share Recovery, как у нас было на коронадампе. Мы точно с такой же вероятностью 50 на 50 можем сделать вот так вот. И не дать никакого двойного дна, которого все так ждут сейчас, чтобы закупиться. Поэтому тут надо действовать по ситуации. Очень много знаков того, что это было дно, которое мы обсуждали с вами в прошлых выпусках. Такие как Cypher, такие как Death Cross и прочие-прочие. Hash Ribbons вот-вот загорится на покупку. P-Cycle Bottom отсигналил уже, что это дно. Но по факту, конечно же, никто не знает будущего. И нам стоит наблюдать за ситуацией и действовать, исходя из того, что мы видим на графике. Локально, посмотрите, часовик у нас бычий, как на Total, так и на Биткоине. На Биткоине у нас нарисовался такой некий Барт Симпсон, который может, конечно, отыграть и вот сюда, куда-нибудь, и нарисовать повышающийся минимум, после которого мы пойдем дальше наверх. Что будет, в принципе, совершенно здоровым для этого аптренда. С другой стороны, мы сейчас поджимаемся вот к этому уровню сопротивления, который вот мы ложно пробили. Это, опять же, уровень 24 тысячи долларов за Биткоин. И 25 мы так и не дошли. Короче говоря, если мы сейчас будем пробивать этот уровень, то я думаю, там потенциал для лонга открывается сразу куда-нибудь на 27-28 чисто локально. Если мы сейчас не пробиваем этот уровень, то мы можем, как я уже сказал, скорректироваться на повышающийся минимум очередной. Оба эти два варианта я лично буду ждать наверх, но через право, как вы понимаете, через лево. Этот вариант сразу отметаем. Только если у арабов. Я не знаю, как арабы торгуют. Может быть, у них график инвертированный, и они торгуют Биткоином справа налево. Вот. А так все еще те же цели, о которых много раз мы уже говорили, я думаю, имеет смысл ожидать. Вот у нас была сильная зона, сильный каналчик. По многим альтам, кстати, мы дошли уже до вот этой вот отметки. У нас была шпилька, если вы помните, 12 мая, у нас была сильная шпилька вниз. Мы по многим альтам уже тестируем эту отметку. По Биткоину мы до нее еще не дошли. Эта отметка у нас 25 тысяч долларов с кепкой. 25 300, 25 400. Соответственно, если мы сейчас удерживаем 4-часовую сетку MA Ribbon, я думаю, что мы легко идем тестировать эту отметку. И дальше от нее статистически крайне вероятно, что мы вернемся каким-то образом вот в этот канал. И это у нас будет канал между 30 500 и 34 500. Ну, в общем, между 30 и 35 тысячами долларов за Биткоин. Я думаю, что вот такой вот вариант событий крайне вероятный сейчас с учетом коррекции вот к этому огромному падению, которое у нас продолжается с 69 тысяч. И если мы туда вернемся, то по Fibonacci это будет вообще ничего сверхъестественного. Это будет уровень между 0.23 и 0.38. То есть вообще easy для Биткоина так сделать. А следующей целью и следующим параллельным каналчиком это будет вот этот канал в районе 40-45 тысяч долларов за Биткоин, который тоже уже как бы поскольку он восходящий, это будет район от 45 до 55 тысяч долларов за Биткоин. Я думаю, что вот это будет оптимальная зона тейк-профитов для среднесрочных лонгов, если мы туда дойдем. Это будет как раз уровень золотого кармана от этого падения по Fibonacci 61.8. Я думаю, что вот такой сценарий будет просто оптимальный для лонгистов. И сам придерживаюсь, собственно, его реализации. Но каким он будет таким или, как я уже сказал, через повторное накопление, это мы увидим буквально в ближайшие недели и месяцы, ребята. Я продолжаю скальпить эту волатильность на Байбит. Вот открыл лонг по Битку на пробой еще. Сегодня забирал прибыль, снова кидываю на Битдау, потому что, смотрите, мне очень нравится, как выглядит Битдау. К разговору об альтах, которые вернулись на уровень предыдущей шпильки, посмотрите. Вот сюда была шпилька по Битдау, тютелька в тютельку мы к ней пришли. Прямо сейчас с ней сражаемся. И выглядит Битдау так, как будто готов нарисовать палку куда-нибудь на 0.9, а то и доллар с чем-то. На мой сугубо субъективный взгляд, еще раз говорю вам, дисклеймер, не финансовый совет. Альты выглядят более сильными, чем Биток сейчас. XRP тоже куда-то собрался, по всей видимости. Ну, XRP еще даже расти не начинал. Тут ближайшие цели 0.5, 0.6. Как мы можем видеть, это была сильная поддержка вот здесь какое-то время. Так что да, жду в целом ковш большой медведицы, так называемый, по многим монетам. Напишите в комментарии, чего ждете вы. Посмотрите обязательно мой видеообзор по бирже Байбит, если вы не знаете, как на ней торговать. Ссылка на нее в описании. Офигительная топ биржа. Как вы можете видеть, все сделки в плюсе. Если хотите, можете вставать со мной по тренду, можете вставать против меня, против тренда. Это уже дело ваше. Ну и по Candle Wave у нас индикатор на дневке немного замешкался. Выдал уже тройной сигнал на покупку, как вы можете видеть. И у нас за все это падение с 47 тысяч вот отсюда не было ни одного отработавшего нормально сигнала на покупку. Но при этом их было уже 4 штуки. Раз, два, три, четыре. И по статистике, как и желтой точки, чем больше у нас сигналов на покупку и сигнал на продажу неоправданных, вот их уже тут раз, два, тем вероятнее он в этот раз отработает. Понимаете, да? По статистике Мартин Гейла. Но тем не менее, он реально отработает в какой-то момент. И вот похоже, что это будет сейчас, потому что вот эта манипуляция вся, на мой взгляд, уже очевидная налицо. Просто не дают цену опустить ниже. Огромные плиты ордеров здесь лимитных. Да и в принципе пора бы уже как бы отскакивать. Да и китам не выгодно дешевый биткоин продавать, вы поймите. Им выгодно продавать дорогой биткоин. Кому? Конечно же нам, доверчивым розничным инвесторам, которые будут сомневаться, сидеть, ждать, ждать, ждать. И потом на новых локальных хаях снова откупят. И мы пойдем в коррекцию. Вот и все. Поэтому примерно вот такой вот локальный план обрисовал. Ставьте лайк обязательно, если вам нравится криптоконтент. Подписывайтесь к нам на канал, жмите на колокольчик. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал. И торгуйте аккуратно, пожалуйста, с риск-менеджментом. Четко ограничивайте свои убытки, чтобы оставаться на плаву. И давайте прибыли течь обязательно. И все будет хорошо. Всем профитроли. С вами был Гринь от канал Крипто Комманс. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок